В эфире телеканала «Алмазный край» информационный выпуск программы «Панорама». В студии Анна Винокурова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Три часа в очереди. В мирном на ярмарке местных сельхозпроизводителей случился настоящий ажиотаж. Нет фото, нет праздника. Почему в «Алмазном регионе» стали так популярны новогодние фотосессии? И сколько стоит сегодня такое удовольствие? От айфона до здоровья. Каких подарков ждут жители «Алмазного региона» под елкой 31 декабря? Новосибирск. Всему виной поздний приезд вилюйских продавцов. Из-за этого поздняя проверка документации и качество самой продукции. Видите, вот такая ситуация бывает. Надо, видимо, им как-то заранее согласовывать эти вещи, чтобы народ не стоял, не мучился здесь в очереди. А все в праздничном настроении пришли, чтобы купить. И надо же вот такая замерка. Но это, я думаю, скоро пройдется. Я сегодня пораньше пришла. Хотела занять, как говорится, очередь, купить молочную продукцию и посмотреть, что тут продают. Но, к сожалению, видите, как время тянется. И сказали, что это еще не скоро. Поэтому ждать даже не знаю. Не буду, наверное. Продажи стартовали только с 11 часов утра. Всего на ярмарку вилюйские товаропроизводители привезли 8 тонн продукции. Помимо традиционных мяса и молочки были также мед и полуфабрикаты. Мы можем ввести как бы сделанные у нас стейки даже, да? Потому что здесь очень дорого оказывается. И полуфабрикаты. Уже я сегодня договариваюсь с одним предприятием, что на поставку пельменей, тефтелей, котлетов, вот таких именно переработано уже. Ну, уже как бы вот сотрудничество в городе Мирнском районе уже как бы идет. Уже будут какие-то плоды уже. Чуть менее двух недель остается у хозяек, чтобы определиться, что ставить на новогодний стол. Кто-то праздничное меню уже составил, кто-то только планирует. А ведь блюда на столах у разных народов совсем не походят друг на друга. Например, бурятские хозяйки порадуют своих близких бузами, а осетин и пирогами. Что обязательно должно быть на столе у представителей разных национальностей? Решила узнать Альбина Шарфидинова. Одно из традиционных национальных блюд народов Саха – строганина. Тонко нарезанная стружка и замороженная рыба или мясо. Чтобы строганина удалась, знатоки рекомендуют брать жирную рыбу и использовать только якутский нож. Новогоднее утро у якутов начинается с выпечки оладьев. Они имеют особое значение в многочисленных обрядах. Каждая хозяйка печет оладьи с доброй душой и благопожеланиями. Считается, что только так они будут вкусными. Гостей встречает обрядом кумы-сапития. Мы перед Новым годом очищаем дом, который у нас есть камелек. На этом священном огне даем оладьи и волос конины. На десерт – керчех. Напиток из охлажденных сливок и ягод. Чтобы он получился воздушным, его долго взбивают деревянной самодельной мутовкой. На новогоднем столе должен быть харта, жареные караси, кровяная колбаса, строганина обязательно и оладьи. Это все национальные пирожки, кумыз, бирбах и керчех. А вот казахи отмечают Новый год дважды. Вместе со всеми россиянами зимой и по своей традиции весной. 21 марта они празднуют на Урыс. Для восточных народов этот праздник все равно, что Новый год. Ведь оба события считаются началом новой жизни. В этот день готовят праздничный стол, приглашают родных и близких. По традиции сидят казахи, при этом на полу, на специальных одеялах. Самое главное блюдо у казахов – это бешбармак. Сначала готовят тесто. Тонкие пласты теста называют сочни. Их варят целиком. Подают вместе с картофелем и мясом. Его казахи едят руками, а бульон подают отдельно в чашках. К чаю готовят баурсаки и чак-чак. Без этих лакомств не обходится ни одно застолье. Самый вкусный бешбармак получается из конина. Там казы, карта, жая, шижек. Шижек – это мы сами делаем. Это колбаса. В башкирской семье Витязевых существует традиция. На Новый год они делают пельмени с сюрпризом и подают гостям. Например, в пельмени кладут укроп – это к здоровью. Или кольцо – это к замужеству. Деньги – к богатству. Как оказалось, казахская и башкирская кухни схожи. У башкир главное блюдо – бешбармак. И оно не единственное. На новогоднем столе у башкир обязательно должно быть запеченную гусь, бешбармак, козы, тултермак. Козы – это натуральная колбаса. Делается, берется жир из ребрышек и мясо маринуют и делают колбасу. И еще бешбармаку мы обязательно подаем курут. Это кисломолочный продукт. Делать сами. На новогоднем столе у каждого из наших героев будут разные блюда. Однако по традиции 31 декабря все сядут за стол, чтобы проводить уходящий год и встретить новый. По двое курантов загадают желанием, будут поздравлять друзей и родных и угощаться своими любимыми блюдами. Альбина Шерифигинова, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Не был на новогодней фотосессии – значит, праздник прошел мимо. Так сегодня считают некоторые. Новая мода захватила «Алмазный регион». Уже с осени фотографы оформляют свои студии в новогоднем стиле. Знают, в декабре к ним выстроится очередь. Почему фотосессии у праздничной ели стали такими популярными и сколько сегодня это стоит, выясняла Олеся Васева. В небольшой студии фотографа Екатерины Долбораевой Новый год наступил еще в середине ноября. Свое место заняла небольшая стильная елка, на полу уютная кровать с пледами и подушками. Лучший антураж для семейных фотосессий. Сегодня ее заняли молодожены и семья Колосовых. Эта новогодняя фотосессия для них не первая. Приняли за традицию каждый год перед Новым годом ходить на фотосессии. Ну, приятно вспоминать, получать эмоции, смотреть фотокарточки, распечатываем, складываем наш фотоальбом. Сделать очередную новогоднюю фотосессию не похожей на предыдущую – задача фотографа. Ведь, по сути, атрибуты праздника от года к году практически не меняются. Елки, свечи, камины, уютные пледы, теплые свитеры. Но даже в таком предсказуемом направлении есть нюансы. Нужно следить за какими-то тенденциями. Каждый год новые цвета у нас мода диктует, так скажем. Вот, например, в данном сезоне все натуральное. То есть это дерево, натуральные ткани. Если это семейная фотосессия, то в основном приходят в свитерах, в джинсах. Или, ну, что-то такое мягкое, уютное одевают. Если все же есть сомнения, что надеть всегда в помощь интернет? Сотни идей, как выбрать новогодний образ, сливаются в бесконечно яркий карнавал. Фотосессии у елки в канун любимого праздника стали очень популярными. В Алмазном регионе тоже. Прогресс, наконец, до нас дошел. Потому что фотосессии, в общем-то, новогодние очень давно снимают и в больших городах, на большой земле, и за границей. Может быть, даже где-то и в Европе даже, может быть, и отходит. Может быть, даже вам сказать. Ну и опять же, людей больше времени стало на творчество. Возможно, меньше работы стало. Конкретной цены на новогоднюю фотосессию нет. Каждый фотограф устанавливает ее сам. В расчет идет и время работы с клиентом, и количество образов, и другие особые пожелания. Опытный мастер не будет отрабатывать новогоднюю съемку менее получаса и возьмет дороже начинающего. Цена варьируется от одной до пяти тысяч рублей. Дмитрий Брянский решил сэкономить. Фотозону для семейных снимков организовал дома. Построил декоративный камин, дополнил новогодними элементами. На создание камина ушел около трех тысяч. Основание – это обычная коробка из-под крупной бытовой техники. Самое дорогое – это облицовочный камень, клей, ну и потолочные плинтуса. Как бы все просто. На работу ушло всего два дня. Фотографируйся хоть каждый день. Теперь ребята ждут в гости друзей, которые тоже хотят сэкономить на новогодних фотографиях. Если бюджета уже не хватает, а фотосессия – обязательный пункт подготовки к празднику, можно придумать и бесплатный вариант. Благо в нашем регионе, куда ни глянь, везде естественные декорации. Так что выбираемся в ближайший заснеженный парк, берем с собой друга с хорошим смартфоном и позируем. Зимняя фотосессия с новогодним настроением вам обеспечена. И, конечно, каждый ждет в Новый год подарков. Кто-то от близких, а кто-то от Деда Мороза. И мы решили узнать, что хотят получить жители Алмазного региона под елку 31 декабря. Здоровье и счастье, наверное. Больше всего. Самое главное – здоровье. Все остальное будет. Хочу Xiaomi 5 и беспроводные наушники. ProMax, один сейфон ProMax. Что хотят найти? Что же? Машину новую. Главное – здоровье всем. Остальное – это будет. Машину, например, игрушки разные такие. Например, игрушечную машину управляемую. Мы хотим под елку увидеть очень много конфет. Да, Лена? Да. К другим темам. Ежегодно в Мирненском политехническом институте проводится День тассеров нефтегазодобычи. В рамках него лучшим студентам выручают именные стипендии. Также для учащихся Ростнефт-класса проводят квест-игро. В этом году ее учениками стали более 40 десятиклассников из Ленска и Мирного. Два года им предстоит изучать по углубленной программе предметы, необходимые специалистам нефтегазового дела. Как прошла квест-игра на этот раз и кто стал обладателем именной стипендии, смотрите в следующем сюжете. Оборудование на пустой площадке – это АГЗУ, автоматическая группа из замерной установки. То есть со всех скважин, которые добывают, поступает жидкость туда. Учащиеся Ростнефт-класса во время квест-экскурсии знакомятся не только с технологией добычи и подготовки нефти, но и узнают новые термины. Их они будут использовать в обучении не раз. В качестве координаторов квеста – студенты, старшекурсники и преподаватели базовой кафедры нефтегазового дела, которая была открыта на сюрях нефтегазодобычи в 2018 году. Мы узнали этапы разработки и эксплуатации месторождения нефти на примере макетов. Как говорят молодые специалисты-организаторы, квест – это своего рода знакомство ребят с нефтегазодобывающей отраслью и специфика обучения по направлению нефтегазовое дело. Напомним, Ростнефт-классы открыты в Ленске и Мирном. В этом году в них поступили около 50 десятиклассников. Данное мероприятие призвано в первую очередь познакомить наших вновь прибывших школьников, которые только что поступили недавно в 10-й Ростнефт-класс, познакомить с нашим вузом-партнером, более подробно рассказать, какие есть профессии и как их получать именно в данном вузе, ну и в принципе заинтересовать. Уже шестой год дочерней общества нефтяной компании «Ростнефть» В ТАСюрях нефтегазодобыча реализует корпоративную систему непрерывного образования школа-вуз-предприятия. В рамках этой системы на территории всей России работают 117 специальных профильных Ростнефт-классов. Также компания тесно сотрудничает с вузами. Так, например, в рамках сотрудничества ТЮНГД с Мерлинским политехническим институтом. Ежегодно студенты проходят практику на объекте общества в Среднеботобинском нефтегазоконденсатном месторождении. В дальнейшем около трети выпускников базовой кафедры трудоустраиваются в ТЮНГД. Очень важная и нужная система, целью которой является формирование молодого кадрового резерва для компаний из числа лучших выпускников школ и вузов. И нацелена она на местные кадры. Ежегодно ТАСюрях нефтегазодобыча отмечает лучших студентов базовой кафедры нефтегазовое дело. В этом году 16 ребят получили именные стипендии за успехи в научно-исследовательской и учебной деятельности. Ивана Филиппова, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Глава Мирненского района Решат Юзмухаметов преподал урок истории. Слушателями стали ученики Алроса класса политехнического лицея в Мирно. Кандидат исторических наук рассказал ребятам о событиях, посвященных поискам алмазов в России. О малоизвестных фактах учащиеся узнали в том числе и из старых, по-настоящему уникальных фотографий. Несмотря на то, что Решат Нургалиевич – частый гость в школах, в роли учителя его видеть не привыкли. А между тем он ведущий эксперт начального периода поиска алмазов в Якутии, автор нескольких монографий и автобиографических книг, посвященных геологам. Добавлю, что в этом году исполнилось 70 лет с момента находки первого якутского алмаза на косе Соколиной. В наступающем жители алмазной провинции отпразднуют 55-летний юбилей Мирненского района, появление которого также определено алмазной эпопеей. На этом все. Новости о регионе доступны в интернете. Подписывайтесь на Алмазный край в Инстаграме, ВКонтакте и Ютуб. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова